Все-таки, несмотря на эти заявления и вот такое вот зомбирование, россияне, они уже как-то начинают осознавать, как война России против Украины повлияет непосредственно на их будущее? Насколько мы можем доверять результатам исследований в ЦИОМ сейчас? Ну, на второй вопрос ответить очень просто, потому что вот эти вот исследования в ЦИОМа не имеют вообще никакого отношения к реальности. То есть, для того, чтобы понять, что такое вот эти исследования в ЦИОМа, ну, помимо того, что глава в ЦИОМа Федоров, он вообще никакой не социолог, он пиарщик, и после того, как в ЦИОМ отжали у Левады, так сказать, он был, по сути дела, порученцем Путина, это примерно такое же явление, как Мединский на культуре, Рогозин на космосе, и вот, значит, Федоров на социологии. То есть, это, в общем, порученец. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что в тоталитарной стране опросная социология, она бессильна. Ну, я просто буквально 10 секунд потрачу на то, чтобы объяснить, как это выглядит. Вот у меня зазвонил телефон. Кто говорит? В ЦИОМ. Откуда? От всякого ГБшного люда. Значит, и дальше начинают задавать вопросы, а как вы относитесь к спецоперации Z. Человек, которому задают эти вопросы, прекрасно понимает, что ответственность за неправильно данный ответ означает либо срок до 15 лет, либо, так сказать, административные люди, по крайней мере, какую-то неприятность юриде штрафа. В этой ситуации, как известно, это просто факты, что от 70 до 90 процентов россиян отказываются вообще отвечать на эти вопросы. Значит, просто отказываются взаимодействовать, кладут трубку. Оставшиеся там 30 или 10 процентов они отвечают как надо товарищу майору, который зачем-то прикинулся социологам. Ну, вот так примерно надо относиться к этим. Понятно, что в таких условиях все эти разговоры, там, о 70 процентов или 80 процентов поддержки, ну, это может быть 100 процентов поддержки. Ну, это вот примерно так же, как 100 процентов жителей Ливии поддерживали Каддафи, а после того, как его убили, его не поддерживал никто. Это произошло буквально на следующий день. То же самое с Чаушеску. Его поддерживали 100 процентов граждан Румынии, после чего его убили, и в его поддержку не высказался никто. Вот и вся история. Вот цена этим вопросом. Значит, на самом деле, как относятся россияне к этой войне, об этом можно догадываться. Ну, очень косвенное, очень неточное свидетельство, оно дает, значит, популярность вот этой вот полусвастики Z, которую, значит, люди цепляют там на свои какие-то там на автомобили, на одежду и так далее. Я могу, вот здесь я могу точно сказать, во-первых, я все-таки живу в Москве, езжу в метро, хожу по улицам, и этой полусвастики Z, которая является эмблемой вот этой спецоперации, ее практически нет. Она присутствует только на, только и исключительно на таких вот официальных площадках. То есть там на, в общественном транспорте, на официальных зданиях и так далее. Но это не только мое личное мнение, я провел, так сказать, ну, сделал попытку такого собственного исследования. У меня все-таки на канал подписано более 100 тысяч человек на мой YouTube-канал. И я попросил, значит, своих, свою аудиторию прислать мне свои впечатления из разных городов. Практически у всех такое же мнение. То есть это, вот если георгиевская ленточка, вот эта колорадская ленточка, она была в 2014, 2015, 2016 году очень популярна, практически на каждой машине можно ее встретить, то вот этой полусвастики Z практически нет. Вот косвенное свидетельство. То есть это не значит, вот сейчас вы видите на своих экранах эту полусвастику, ее в России, в общем-то, люди не используют. Это не означает, еще раз подчеркиваю, я не пытаюсь сказать, что вот эту спецоперацию не поддерживают, что, так сказать, телевизор не оказывает воздействия. Оказывает. Но, во всяком случае, не 70, не 80 процентов, а существенно меньше. Основная масса россиян вообще об этой спецоперации не думают. Просто не думают. Потому что, если Украина, последняя фраза, если Украина действительно, ну вот сейчас идет вторая фаза войны, сейчас подвергаются бомбардировки украинские города, и украинцы, понятно, они ощущают на себе. Россияне пока, россияне все, без исключения, стали жить хуже, но не катастрофически. Пока не почувствовали. В основном, не думаю. Редактор субтитров А.Семкин